Попробую рассказать, что надо сделать, чтобы больше держала батарею телефона или планшета с Android 6. Дул стройки. По очереди не буду, чтобы ничего не пропустить, пробовать. ВЛАН должен быть включен, лекальная сеть тут все выключена, Bluetooth не выключена, управление 7 включено. Ничего, никаких настроек нет, контроль трафика. А тут вот можно включить мобильный интернет и потом сделать... А тут нужно ограничить фоновый трафик. Вот теперь я нажал разрешить фоновый трафик. Но это нужно нажать ограниченный фоновый трафик. И потом тут его мобильный интернет включить можно. Установить лимит, желательно каждый раз его устанавливать, чтобы, если что, не проворонить этот лимит, если интернет лимитный. И тогда он достигнет какого-то уровня, скажет, что лимит достигнет, потом опять поднять его. И так не будет риска, я сразу очень много использовать лимит. И так будешь примерно знать, сколько потребляют какие-то улаженные, например, в интернете. То есть фоновый трафик надо нужно ограничивать. Вот я, например, выключу телефон. Включу. Ну, после некоторого времени выключается Wi-Fi, и потом он спрашивает, тут появляется окошко и спрашивает, или включить мобильный трафик, что-то такое. Тут нужно нажать не включать, чтобы потом включается Wi-Fi, через Wi-Fi интернет делается. И тут режим модема, можно создать точку доступа, чтобы другим передавать, тем нет. Вот, нужно по USB передавать на компьютер, интернет. Ну, тут не знаю, тут не важно, по-моему. Вот, все примерно нормально, на настроенном. Иногда, если интернет будет сам включаться, тогда, когда выключаете интернет мобильный, тогда нужно выбрать вот этот, WDM-CGSM, то есть 4G нужно отключить, тогда он не будет автоматически включаться. Ну, у меня теперь этого пока вроде бы не происходит, как-то так оставлено, но на всякий случай, если будет происходить, можно это иметь в виду. И тогда, даже когда отключен интернет, он сам включается, и может весь интернет пролопать, использовать, это не будет знать, что он включен. Включен. Вот тут вот эта функция включает мобильный интернет, но иногда она сама включается. Когда вот бывает на этот отток включен, тогда нужно вот тут включить. Впн можно сделать еще, так я понял, чтобы как бы шифровался твой интернет, тогда никто не будет знать, где ты ходил по интернету и к разным сайтам, которые недоступны в твоей стране. Вот тут покажем яркость. Вот это все, да. Пусть я сержим 2 минуты, иначе если быстрее меня напрягает, если я читаю что-то, и он выключается. Ставка выключена, размер шрифта обычный. Поговорот экран отключен. Мелодия и удовлетворение, вот такие громкости. Напоминание меры, тут режим нет. Режим не беспокоить. У меня тут пока вибро, вот клик яс, проигрывать меру лоди при включении устройства. Включим. Вроде бы никаких особых настроек нет, которые звук там, которые батареи экономят. Тут вот приложение. Тут вот нужно. Уже. Больше можно делать. Вот тут у меня некоторые приложения отключены. Некоторые нельзя отключить. Откручиваем. В общем. Нежно всё не успе показать. От Google Playфильма я отключил. Хрон отключил. андроид системы вверх отключил службы общин с отключил приложение губы отключил сорта 3 и 8 отключил карты отключил диск отключил можно еще галерею и фото отключить и google фото не тоже памяти сидят и потребляет батареи и память загружает воздух но купить почему-то кроме 3 вы режимы и нормальные сбережения можно включить но потом все равно отключать при 15 и будет включаться 15 процентов батареи экономия заряда батареи оптимизация все приложения оптимизация включена вот тоже что-то вроде делать мне кажется эти все ерунда и чего тут особенно это оптимизация не дает вот тут сигнал мобильной сети хотя у меня тут не обновленная фирмария поэтому немножко неправильно вот эти функции изображают но фирмария не обновляю потому что чем больше обновлений тем больше может быть всяких потребление памяти и зависит там и я не рекомендую обновлять фирмаре память вот показывает сколько памяти на полном вот андро и ос 1 гигабайт прожорливая эта система намного занимает потом два брусера браузера вот еще системы андроид вот сколько много памяти сама система сервисе google play очень много думаю удалить и когда нужно какое-то приложение установить тогда и включить а так и подключать может стоило бы пользоваться тут ничего нужно менять если тут тоже отключено чего не надо режим ребенка тоже ничего не надо делать пользоваться крана блокировки может отключить я локацию не отключена она будет поедать батареи мне кажется там особо безопасность вот тут что-то графический ключ алтыбурки выковы с ней сиденья владимира владеть зашифрованные дроны это ключевыми на днях администраторы устройства вот у тебя по отключал вот эти администраторы разрешить сервисы блокировать устройства и удаленно стирать с него все данные это чтоб я кого-то потерял но лучше сразу следить что не потерял и не записывать там важной информации чтоб там не было проблем мне так кажется лучше будет потому что вряд ли все равно потеряешь тип хранилище ничего нельзя менять надежный сертификат ничего нет установки чистка сервисы введенный агент а тут какой-то смарт-лок отключен доверенно закрепление приложений тоже не знаю что она чтобы доступ к истории пользователя тут я отключил много было некоторые включены но зачем им давать эти доступа не буду знать что я делаю какие приложения запускал и по только не интернет тратить наверно эту нын гружать устройств теперь аккаунт тут тоже можно подключать я тут вроде подключал бы календарь синхронизация включена я все это выключил всю синхронизацию только гамар думаю включил потому что не пользуюсь иногда вроде все остальное включил включил языки вот проверку проверку проверка не отключил чтобы не тормозил устройство меньше там всяких занимала в памяти позу чтобы как бы не разучиться писать самому больше думать вот вот авто восстановлю переустановки приложений восстановить резервную копию настройки на не надо это это вот сбросить мобильной сети ламп всякие сколько даты использовалась резервная копируем данных устройство удаленных милище не надо это копировать будет только трафик снимать не загружать телефон это и время можно вот отключить синхронизовать но пусть будет без проводной сети включение расписание включения выключения специальная возможность включить тут службы толпаты отключена созвучивание при нажатине отключить свечи все отключено микрософт курить и отключена вместе с субтитры отключены ческому увеличение отключено крупный текст контрастный текст быстрый язык загрузка можно наверное включить при старте наверня удержка нажатия и унижение университет лицов и снять отключить начать вот тут я отключил виртуальный принтер все равно у меня никаких виртуальных принтеров нет потому что чтобы он там память не занимал вот потом можно взять планшете и тут где-то нужно покажите на этой восемь раз нажать на эту кнопку и появится режим разработчик но тут уже у меня я в режиме разработчиков мне нужно вы уже разработчиков и вот тут появляется вот для разработчиков и дальше нужно идти работающие приложения и вот тут показывает во сколько загружает система оперативной памяти у меня теперь 359 потом приложение 437 но это еще не значит что они загружают ведь столько мало вот основном это загружается это браузер много вот cм браузер это арморфи браузер c браузер вот c браузер 200 мегабайт тут заряжает этот cм 9 мегабайт аморфи 7 мегабайт настройки вот 102 мегабайт тоже как-то все очень прозорливо вот шестая система google play 49 мегабайт службы google 38 направления вот клавиатура google нужно чтобы была старая клавиатура нужна потому что новая клавиатура есть обновить клавиатуру клавиатура google тогда она начинает тормозить когда языка от русского на английский переключается на очень такой задержка большая идет на обновленной клавиатуре поэтому я откатил на старые клавиатуры и в google play я отключил все обновления чтобы она автоматически не обновляла клавиатура потому что старая клавиатура лучше работает вообще ничего не стоит обновлять особо они все обновления не только все тормозят и ухудшают вот вот говорил нужно показать процессы киаши эти вот киаши тоже занимают на самом деле только как бы не очень активны но они все равно в раме сидят поэтому это нехорошо вот play market 39 мегабайт youtube 73 youtube можно отключить через браузер смотреть тут побыстрее работать поэтому я оставил на этом ютубе строй вот браузер он в каше вот 359 мегабайт киаши фоновый протез он тоже занимает я пока думаю между каким браузером определиться поэтому оставила три браузера цель брать все профи некоторые страницы как неправильно отображает поэтому я думал его использовать так он хороший но вот неправильного пока оставлю может и цель браузер любит муце и этот цель для поля когда будет мобильный интернет сэкономить больше мобильного интернета потому что там можно качество картинка слабые установить в этого не вроде бы нельзя а вот когда интернет хороший тогда можно этим пользоваться брать а вот этот либо этот наверное какой-то из них удалю потому что они постоянно занимаются вот 7 мегабайт их хоть ты отключила так как остановить он все равно потом запустится после некоторого времени какие эти кишированные протез тоже запускаются сами по себе если отключить ну вот google фото вроде бы пока не запустился и его отключил так он сам тоже бывает напускается и фоновым келшер работает рассидит фоновым келшер вот вот всего занимает свободного вместо 276 занимает и браузер если ему не хватает памяти он тогда записывает начинает либо на диск ну либо как бы уничтожает эту страницу и потом будет заново загружать поэтому чем больше будет свободной памяти разу тем лучше и вот глупая история настройки нажимаем объединение настройки оповещать наличие обновления до приложения отключен автоматическое обновление оповещать автоматическое обновление через глупо тут отключена в общем нужно стараться все эти обновления отключить у меня вроде тут отключенного через это вот вот авто обновление приложения никуда не надо их обновлять оно только будет тормозиться значит во время обновления еще еще дополнительно эти обновления могут только тормозить систему вот например этот клавиатура вот как она все быстро печатает это это самая первая версия которая без никаких обновлений вот как язык быстро переключается а когда если обновить эту клавиатуру то перед переключением начинает такое задержка достаточно достаточно большая секунду может полсекунды а вот если еще хочется что вверху были цифры на клавиатуре можно установить например классик кейборд эту клавиатуру отключить эту стандартную google sky встроенную классическая клавиатура ее можно установить вот цифры не за Музыка 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 Тебе Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»